Всем привет, с вами Влад, это видео поигрел с Daynor Survival, и сегодня, прямо в этом видеоролике, я апну 209 уровень на своем аккаунте. Ребят, обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на мой туп канал, потому что это для меня самая лучшая поддержка, и серьезно, ребят, если вы хотите меня поддержать, то просто поставьте лайк и подпишитесь. Ну а я не буду долго затягивать ролик, и, конечно же, погнали. Буду, ребят, зачищать обычную локацию, то есть, ребят, я обычно здесь фармил свой левел, это, кто не знает, сосновая роща, здесь можно реально хорошо прокачивать свой уровень, то есть ты просто что делаешь, убиваешь зомбарей. Еще здесь можно подобывать всякие разные ресурсы, и вот таким вот образом, потихонечку, не спеша, можно прокачивать свой уровень. Я, ребят, очень активно это делал в последнее время, потому что уже реально хочется собрать тупо все навыки и, конечно же, быть более прокачанным, потому что, ребят, навыки очень помогают тебе в лдое. Что по поводу моего плана, в принципе, на этой локации, так все просто здесь. Я просто сейчас по-быстрому убью зомбарей всех, убью всех животных, дальше золото, конечно же, ящики, а потом уже буду потихонечку, не спеша, добывать ресурсы. Я думаю, в принципе, уже с этой зачистки локации я, наконец-то, уже апну 209 уровень, потому что, ну, как бы, серьезно, я очень долго уже прокачиваюсь конкретно на этом аккаунте. И, кстати, если я не ошибаюсь, на этой локации у нас находятся сразу 4 ящика, один я уже залутал, и здесь рядом со мной еще стоят 3 ящика. Это, в принципе, прикольно, и такое, в принципе, случается не часто, здесь даже 5 ящик есть, прикольно, прикольно. Ну, а пока, ребят, лутаю этот ящик, и здесь пусто, вообще офигенно, вот это мне везет, классно вообще. Ну, по сути, ребят, если так посудить, на этой локации у нас находятся всего лишь 3 ящика. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, 3 ящика обычных, то есть в которых есть вроде какие-то, хотя бы какие-то ресурсы, дальше у нас 4 ящик, ну, в нем просто-напросто ничего не лежало, и у нас 5 ящик, это гриль, ну, там тоже такие себе резы, можно сказать, что там практически вообще ничего нет. По факту, ребят, серьезно, на этой локации я залутал всего лишь 3 ящика, но, ребят, ящики меня не очень интересуют на этой локации. Сейчас я сюда, как я сказал ранее, пришел, конечно же, чтобы прокачать свой уровень. Кстати, ребят, что по поводу прокачки моего уровня, то, ребят, я специально покормил собак, выпустил собаку со специальным навыком, которое прибавляет плюс 5% к опыту. Поэтому, ребят, по сути дела, прокачивать уровень сейчас мне должно быть намного легче. Хоть 5% это вообще мало, но хотя бы какой-то шанс, в принципе, больше XP получить она дает. Окей, ребят, убиваю данного зомбаря, юзаю навык самолечения, теперь заходим сюда, берем вот это вот, и теперь на авто просто буду на чиле на рассолобоне, конечно же, добывать ресурсы. Ну, а пока мой персонаж будет зачищать эту локацию, я с вами хотел поговорить о уровнях. То есть, какой у вас уровень? Напишите в комментариях. А также, ребят, пишите в комментах, какие у вас есть топовые навыки. Вот, например, у меня уже есть все активные навыки. Это у нас что? Это у нас спринт, кувырок, самолечение, осмотреться. И, конечно же, навык под названием «Друг животных». Я точно не помню, как он называется, но, короче, если вы включите этот навык, то, конечно же, животные какое-то время не будут просто на вас обращать внимание. И если, ребят, у вас тоже имеются такие крутые навыки, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я тоже, в принципе, их давным-давно собрал. И последний навык, это у меня, если я не ошибаюсь, называется «Свежеватель» или что-то такое. Не знаю, как у вас, но вот эти вот топовые навыки, которые я перечислил ранее, я собрал достаточно быстро, да, ребят? То есть, когда у меня был уже где-то 150 или 160 уровень, они у меня уже были на аккаунте. Опять же-таки, повторюсь, пишите в комментах, какой у вас уровень, есть ли топовые навыки какие-то, например, да, ребят? И я, конечно же, прочитаю эти комментарии. И если некоторые мне понравятся, я, конечно же, поставлю на них лайк. Что по поводу навыков, еще у меня здесь есть, конечно же, компаньон. Собака увеличивает получаемые опыты, но я, в принципе, об этом вам уже говорил ранее. Может быть, конечно, 5% это не так уж и много, но все же, ребят, по сути, я все-таки получаю больше опыта. Да, ребят, как видите, если раньше я собирал, конечно же, 11 экспи, то сейчас 12. Ну, а если же вы очень быстро хотите прокачивать свой уровень, то я вам дам пару советов. То есть, смотрите, первое, что вам нужно сделать, это взять, конечно же, мозговиху у лекаря. Этот лекарь, ребят, приходит ко всем каждый день. В принципе, не надо как-то задавать мне вопросы, типа, а как, когда он появляется? Типа, как он, типа, действует? Просто вы подходите, там, берете что-то у него, у вас проходит реклама и все. Далее, после того, как вы, конечно же, заюзали эффект мозговихи у лекаря, вам что нужно сделать дальше? Дальше, если у вас есть витамины, то, конечно, тоже их юзайте. Ну и напоследок, если у вас есть собака в вольере с навыком компаньон, то, конечно же, вы пускайте ее гулять, кормите собак, и все, в принципе, у вас эффект мозговихи, эффект от улучшения опыта собаки, и плюс, конечно же, вы еще и заюзайте витаминки. В принципе, я думаю, так можно по-быстрому прокачивать свой опыт. Я как бы так и делал, просто брал мозговиху у лекаря и шел в бункер Альфа там фармиться. Поэтому, ребята, если у вас до сих пор не прокачан какой-то уровень, вы обязательно прокачиваетесь. Ну и, в принципе, советы я вам уже сказал ранее. Возможно, я заплю отдельный ролик, как прокачаться очень быстро свой уровень в Волдое, но, ребята, это будет явно попозже. А пока, ребята, я потихонечку, не спеша, конечно же, добываю ресурсы, здесь почему-то зомби завалялся где-то, но да ладно, в принципе, я его по-быстрому выношу, получаю 60 за него опыта, и уже скоро будет левелап. Я это точно прям чувствую. Уже остается совсем чуть-чуть, конечно же, до 209 уровня, и я очень надеюсь, что прямо сейчас я уже реально апну максимальный уровень в Волдое. Ребят, это очень круто. Чувствую запах другого выжившего. Не понял, здесь что, выживший какой-то будет? Ну, в принципе, ладно, если он там будет какой-то бомж, я его на Изи вынесу, с учетом того, что у меня как бы есть хил. Ну, а если прибежит какой-то выживший с Глоком, то это будет, наверное, Габелла. А то я помню, у меня был такой случай, что просто прибежал на зеленую локацию, выживший с Глоком, убил меня, и в итоге тогда я потерял тактический рюкзак. Но давайте, в принципе, не будем о плохом. Сейчас, ребята, я, конечно же, уже добываю ресурсы потихонечку, не спеша. И 209 уровень уже, я так понимаю, скоро будет у меня на аккаунте. Такс, давай, собирай камушек. Ииии, давай-давай-давай. Отлично, левел ап, ребята, наконец-то. Наконец-то, ребята, я опнул максимальный уровень Валдуя. Ну и, конечно же, сейчас забираю навык под названием Горячая Кровь. Все, ребята, у меня 209 уровень, максимальный уровень Валдуя. Давайте, в принципе, покажу все мои навыки. У меня, в принципе, теперь все по фуллам. Я не знаю, в принципе, как я так долго прокачивался. Я думал, что прокачаюсь намного раньше. Но, в принципе, ладно, как бы, неважно, когда рано или поздно. Вы просто прокачиваетесь. В принципе, ребят, с одной стороны, то, что я опнул максимальный уровень Валдуя, это, конечно, круто, да, ребят, безусловно. Это очень круто. Теперь у меня на аккаунте очень много навыков. Но, с другой стороны, как бы, куда двигаться дальше? Дальше-то никуда нельзя двигаться. То есть, я, как бы, добываю ресурсы, убиваю теперь зомбарей, но, как бы, ничего мне не начисляется. Мне не начисляется опыт, ребята. Это самое же важное. Конечно, ребят, да, я не говорю, что я, как бы, буду забрасывать игру, ребят. Нет, вы не подумайте. Я, в принципе, можно сказать, что ее прошел, но это не так. Знаете почему? Да, потому что еще в игре есть много всего интересного. Там, я не собрал терминалы в бункере Альфа. Я, например, не собрал лодку, а точнее катер. Я не собрал АТВ, и еще есть дальше куда двигаться. Конечно, ребят, я понимаю, что многие еще не прокачались до фоллового уровня. И, наверное, вы сейчас мне орете через экран. Влад, ты че, какой, блин, там, не знаю, 309 или 399 уровень? Мы еще не прокачались. Но, ребят, подумайте, как бы, если у нас будет высший уровень максимальной влдой, то и будут новые навыки, и будет еще интереснее играть в игру. Будет мотивация играть в игру. Я очень надеюсь, опять же таки повторюсь, что разработчики в скором времени уже, конечно же, добавят новые уровни. Также, ребят, с новыми уровнями придут новые навыки, будет там новый контент в игре. В общем, будет реально круто. Я не говорю там разработчикам добавьте, там, не знаю, тысячный уровень или что-то подобное. Нет. Я просто хочу, чтобы разработчики добавили, ну, хотя бы 309, чтобы был стимул как бы играть и дальше развиваться. Он, в принципе, и сейчас есть, да, ребят, но хотелось бы еще и получать опыт, конечно, за то, что ты там добываешь ресурсы, убиваешь всяких там зомбарей и так далее. Ну, я думаю, в принципе, вы это все понимаете. Жаль, конечно, что разработчики до сих пор не добавили новые уровни, но, опять же таки повторюсь, я не знаю, сколько я уже в этом ролике об этом говорил, но я очень надеюсь, что уже в скором времени разработчики реально так проснутся, так скажем, и добавят нам новые уровни. Ну, и на этом, думаю, все, ребят, с вами, как обычно, был Влад, и не забывайте ставить лайки, подписываться на мой YouTube-канал, также по возможности отправляйте данный видеоролик своим друзьям, ну, а с вами, как обычно, был Влад, всем желаю хорошего настроения, спасибо тебе за просмотр, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok